Ну что, о фанатизме и эстетизме. Очень часто женщины задают такой вопрос, он звучит так, Андрей Андреевич, каким образом научить себя или приучить себя не объедаться? Как сделать так, чтобы не переживать за что-то? Как научиться делать так, чтобы воспитать себя, что ли? Вы знаете, что в большинстве своем человеку нужно развить только одно качество, оно несложное. Вообще, эти качества, они такие противоположные. Вот смотрите, как на Новый год обычно это происходит. На Новый год можно эстетично поесть, а можно фанатично объесться. Можно такой вот эстетизм и фанатизм, он всегда присутствует у людей. Именно поэтому я всегда призываю к эстетизму больше, чем к фанатизму. Как научить себя не превращаться вот в такого поросенка, не превращать себя в фанатика? Для этого необходимо знать важность лишь одного слова. Это слово неважность. Очень важно понимать, что все неважно. Таким образом, такая игра слов получилась. Таким образом могу четко утверждать, что когда человек, допустим, садится кушать и говорит, ой, я сейчас как наемся, в этот момент он может себе сказать, да, конечно же я хочу кушать, но еда для меня в большом количестве это не так важно. Или это не важно. Или объедаться это не важно, а важно поесть. Таким образом, в случае, если человек начинает произносить это не важно, он теряет важность этого момента и в дальнейшем начинает себя контролировать. Понимание того, что это не важно, как обычно считает человек, и помогает человеку справиться вот с такими неприятными состояниями. Поэтому каждый раз, когда вы будете садиться за стол поесть, и перед тем, как вы начнете кушать, говорите, это не важно для меня сейчас. Женщина спрашивала, Андрей Андреевич, каким образом можно отключиться от энергетического влияния, как сделать так, чтобы энергетическое влияние перестало на меня действовать и так далее. Сразу же хочу вам сказать, любое энергетическое влияние возможно на человека, но только лишь до того времени, пока он этого боится и считает это очень важным для себя. В случае, если человек относится к этому пофигистически, я извиняюсь за такое принципиально простое, ругательное слово, то это перестает на него действовать. Невозможно энергетически воздействовать на человека, как правило, невозможно воздействовать энергетически на человека, который не боится и который относится к этому с абсолютным бесстрашием, абсолютно игнорируя любое зло. Человек, который игнорирует любое энергетическое воздействие, на него воздействовать невозможно. Именно поэтому очень часто предварительным является внушение человеку, что на него будут воздействовать объяснения, толкования, что это будет на тебя происходить. Обычно кто-то это навязывает в виде идеи и так далее. Именно поэтому я всегда считаю, что игнорирование того, что на вас можно воздействовать, является одной из самых мощных защит, которые человек может себе поставить. Может ли человек, имея определенные виды энергии, влиять на других людей? Да, такое тоже существует. Но обычно это делается уже за большие деньги. Делается это для очень богатых людей. И миссии или задачи ставятся совершенно другие. То есть, если это обычный человек, если никто не заплатил, то никто специально воздействовать не будет. А если и будет специально воздействовать, то воздействие возможно. Если это человек запуган, боится, хочет защититься, на него воздействие будет действовать.